Доброе здоровье, уважаемые посетители канала! Ну что, как говорится, мир людей безграничен и разнообразен. Только мы говорили в видосе на тему там этих анализов и, как говорится, и вот опять. Мне просто так. Сейчас я как раз пообедал и ляжу что-нибудь посмотрю, спать не буду. Итак, Игорь Горбатенко, шлаки в организме, как они, есть или нет? Смотрите. Геннадий Петрович, дело даже не в том, что современная медицина не принимает гомотоксикологию, это часть альтернативной медицины, а в другом. И знаете, я сейчас вот сразу вам скажу такую вещь. Современная медицина, она ничего разумного не применяет на разумного и действенного. У каждого, конечно, свой опыт, но я вот свой опыт высказываю. Ничего разумного и действенного. Возьмем хотя бы вот это вот последнее событие с этой там пандемией. О, всё надо, всё позакрывали, всё там, туда нельзя ходить, это нельзя делать, делайте вот эти модные процедуры. Сейчас, по происшествию времени, уже разрываются в этих вот вещах и говорят, что это не надо было делать, то не надо было делать. Всплеск заболевания, мне интересно, я там смотрю, по-моему, Павел Иванов канал, посмотрите, он там с интересным медиком общается. И вот как раз он говорит, что та же статистика же есть, что вот идёт не просто рост, а там всплеск на 15-30%, в том числе и сердечно-сосудистых заболеваний, там онкологии. То есть в течение вот где-то ближайших двух лет. И говорит, а что поменялось вот этот проект, а что поменялось? Экология, та же питание, то же движение, то же там социальное устройство, то же. А что было? А была модная процедура. Современная медицина не принимает ничего разумного, эффективного, действенного. У меня даже других как-то слов нет. Читаем дальше. Если, как вы говорите, я говорю, понимаете, путём очищения можно убрать, в том числе и шлаки, в кавычках, внутри сосудов, то это легко проверяется. Я вам показал в предыдущем видео, ну, те шлаки, что из меня выходили, те шлаки, что там на языке. И в конце концов, как это проверяется. У вас увеличивается гибкость, у вас никогда не болит голова, у вас полно сил. Или вот этой проверки не надо. Или она какая-то не такая. То есть, для чего мы вообще делаем вот это всё, это оздоровление? Для того, чтобы показать, вот какие камушки у нас там с печени вышли. Или, грубо говоря, вот эта вот опухоль у меня там вышла. Я, лично я делаю, для того, чтобы быть здоровым, чувствовать себя здоровым. Чтобы у меня никогда не болела голова. Чтобы у меня было полным-полно сил. Чтобы у меня был прекрасный аппетит, как на пищу, так и сексуальный. Чтобы мне было интересно жить. Вот для чего я это делаю, а не для того, чтобы это. Я уже сделал вот это, МРТ. Сказали, всё развалено. Да, я плохо себя чувствовал. У меня были боли. Занялся, боли исчезли. И что теперь мне надо подтвердить, что эти боли исчезли благодаря тому-то, тому-то, вот этому МРТ. Зачем я делаю? Вопрос. Зачем я делаю? Для чего? Для того, чтобы быть здоровым? И для того, чтобы проверять. Чтобы, знаете, недоверие какое-то к себе. Вот. Ну, какая-то, знаете, беспомощность. В каких-то элементарных вопросах. Зачем тебе здоровье вообще? Для того, чтобы ты там проверялся? Ну, ладно, дальше пошли. Любой человек перед началом различных очистительных процедур делает, также упомянутая, УЗИ сосудов. УЗИ сосудов надо сделать, иначе вот, ну, никак вот это. Потом, спустя какое-то время, в своей очистительной жизни, например, спустя 1-2 года, делает контрольное, повторное УЗИ. И сразу будет все понятно. А я вам могу сказать, что если вы не поменяете образ жизни, вам достаточно будет буквально-таки 2-3 месяцев для того, чтобы все, что вы выигнали, вы еще с лихвой набросали назад. К сожалению, вот такая вот, такая практика, такой опыт. Если вы очистились, допустим, с помощью там голода, все такое, не придерживаетесь ничего, все возвращается еще быстрее, чем это уходило. И толку, толку никакого не будет. Как говорится, деньги наветят. И сразу будет все понятно. Вот сразу, вот знаете, вот для меня все это понятно. Но кому-то сказать, чтобы для него это было понятно. Но мы настолько с вами разные, что действительно, один с полуслова схватывает, а другому, ну, ну, как ты там, не говори. И сразу все понятно. И еще хочу рассказать вам насчет Дианоза. Опять-таки ссылаюсь на своего хорошего, знакомого, друга детства. Обнаружили полипы. Полипы обнаружили. Обнаружили полипы. Значит, дальше. Что с этими полипами делать? Будем удалять. Вопрос об удалении. Я уже не буду говорить, как там. И что? Удалить полипы. Вы, значит, желаете удалить полипы. Да, я желаю удалить полипы. Обнаружили, что это? Удаляют эти полипы, чтобы они там не разрастались с одной третью этого самого толстого кишечника. И вот тут-то, тут-то, как бы сказать, с полипами нету никаких проблем. С полипами нету. Их нету. И части кишечника нету. Но так как нету части кишечника, начинаются другие проблемы. Там, где в этой части должны происходить соответствующие жизненные процессы, там всасывание, усвоение и прочее, прочее, прочее. Оно не происходит там. А, совсем недавно у него развалились два зуба, то есть из-за того, что недостаточное там питание, происходит вот такое прогрессивное, будем говорить, ухудшение качества жизни, из-за того, что нету этой части. И вот тут-то вопрос. Ты же с полипами к нам пришел? Да, с полипами. Мы удалили, удалили. А почему мне плохо? А это уже не наша забота. Почему тебе там плохо? Будто другого нету. И вот обязательно надо, значит, провериться, чтобы сказали, все, да, хорошо и так далее. А то, что, допустим, у вас торчат вены, у вас вылез геморрой. И когда вы всем этим занимаетесь, вы видите, что вены у вас нормализовались, геморрой у вас ушел, сосуды укрепились, нету, знаете, никаких там синяков. А это как-то в расчет не берется. Берется только вот УЗИ и все, и больше ничего. Я как-то даже теряюсь, как вам еще что-то объяснить. А тут вот так. И сразу будет все понятно. Ну а то, что сейчас человечество живет в век сосудистой эпидемии, так это наглядно видно. Так вот, сосудистая эпидемия, никто ж не сказал, от чего она возникает. Так, знаете, просто ясно ей сказать. А то вот, а то вот, а то вот, а то вот. Плюс всплеск сосудистой эпидемии после вот этих событий, связанных, значит, с мудными процедурами, с пандемией и так далее. То есть, человечество полечили-то вообще. О нем заботились-то вообще. И должно все это на спад пойти. А ну смотрите, как повернуло. Ну вот, вот как вы, хоть как-то вы соображайте. Или только в каких-то вещах других там человек соображает. А во всем остальном он это, ничего. Ничего не хочет знать, ничего не хочет. Вот ему скажут. И уже договорились, что вот такой вот мир. А мы все ждем, ждем, что что-то там лучше нам говорят. Да, научно-технический прогресс. Да, медицина там оснащается. Да, вот этот богосостояние растет. А что показывает практика? Даже это вы тут пишите. Век сосудистой эпидемии. И остальных заболеваний. Ну ладно. Набираем эти неизвестные личности России. Мы же в 23-м году. Можно проследить за несколько лет. Ну, ничего, что-то. Как говорится, умерли, умерли. Есть люди в каких-то областях, тот же Жириновский, умнейшие. Но в чем-то они вот своей головой, понимаете. Вот там они думали своей головой. И мы их признаем за вот это что-нибудь. Да, умнейшие. Смотрите, что они сделали. Что они там это. А в этих элементарных вопросах. Вот им сказали, что укрепляет иммунитет это. А я вам наглядно сказал, сосудистой эпидемии. Я еще разок повторю. Иммунная система вырабатывает вот эти все иммунные тела. Они белковые. Это не только я говорю. Это говорят вот эти настоящие иммунологи. Белковые тела, которые циркулируют по крови. И в момент, когда попадает зараза, иммунная система начинает их, этих лейкоцитов, там, всего-то такого, вырабатывать больше, для того, чтобы справиться с этой ерундой. Вот. Здесь и поднимается температура. Мы не будем отходить в сторону. То есть вырабатывает их больше. В крови, еще разок говорил. Возьмите, условно, кровь – это вода. В этой воде примерно 1% каких-то белковых тел. Соответственно, вязкость крови, вязкость этой жидкости – это одна. И это нормально для того, чтобы осуществлялась полноценная циркуляция, там, проходила кровь по капиллярам и прочее. В момент, значит, заражения у нас увеличивается, иммунная система вырабатывает больше этих белковых тел, там, иммуноглобулинов, там, лейкоцитов и так далее, для того, чтобы подавить. То есть в 10 раз, может даже больше. То есть уже по крови кровь густая становится. Она густая. Но этот процесс не длится, вернее, он длится столько, чтобы нормализовать, победить вот эту всю инфекцию. И все. На этом закончится. И иммунная система опять сворачивается. И уровень вот этих вот белковых тел иммунных, он опять приходит в норму, грубо говоря, 1%. Теперь, представляете, когда нам сделаем модную процедуру, которая должна подстегивать иммунитет, то у нас постоянно вырабатываются вот эти вот иммунные тела, то есть белковые тела, которые делают вязкость крови больше. Раз вязкость крови больше и хронически больше она, то есть в течение длительного времени. Надо же поддерживать иммунитет. Как же так? Он падает. Надо же еще одну прививку. Еще одну прививку. И сколько он 7 прививок себя, так и хочется сказать, зашарашил. И все. Кровь стала там настолько густой, что дальше пошли вот эти вот сосудистая эпидемия, тромбы. В первую очередь там, в легких и так далее. То есть, где самые тонкие сосуды, где идет вот как раз обмен в капиллярах легких между воздухом и жидкостью, то есть кровью. Там должны быть мембранки тонкие, все это там такое тонюсенькое, чтобы все это лучше. А где тонко, там она лучше всего забивается. И вот, пожалуйста. И что там известные личности? Ну, да известно. Царство им небесное. И далее. И мы увидим, что умирает в основном. И мы увидим, что умирает в основном от инфарктов, инсультов, онкологии, как и было сказано. Ну, и что? Хотите умереть от этой сосудистой? Да пожалуйста. Люди делают и УЗИ, люди делают что угодно, но они не знают, на что обратить внимание. Для них вот эта сердечно-сосудистая система как нечто отдельное, что по каким-то причинам заболевает, по каким-то причинам, значит, закупоривается непонятным, или по каким-то причинам образуется непонятным онкологией. И все это молодеет, молодеет, молодеет. Вот я один видосик выложил, сейчас вот выложу другой. И дальше буду работать над травником. То есть работа. Пока все это собирается до кучи, смотрится где что. Так что удивительно, я как-то... Я просто удивлен. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.